Темный мир SCP полон тайн, монстров и самых разных объединений безумцев. Тут за каждым кустом сидит невыразимый ужас, а под кроватного монстра из детских страшилок давно сожрало древнее божество из бездны. В этой вселенной ваш сосед вполне может оказаться двойным агентом, участвующим сразу в 10 заговорах, а может быть и просто культистом, сумасшедшим культистом, приносящим кого-то в жертву. В таких условиях довольно сложно перестать беспокоиться и начать жить, но кое-кому это удается. Даже в этом мире есть люди, которые все делают только ради лунзов. Именно за эту организацию было больше всего комментариев в предыдущем видео про организацию SCP. Так что если вы хотите услышать еще про какую-то или про какое-то явление из мира SCP, про которое мы еще не говорили, оставляйте комментарий об этом прямо под этим видео. Геймеры против травки. Рассказать про эту организацию просили раньше, но с ней есть одна проблема. Это уже такой над SCP, который сам по себе базируется на многом из этой вселенной. Потому в плейлисте по организациям я закину его сразу куда-то в конец. Потому что это одна из тех вещей с сайта SCP, про которые надо узнавать чуть ли не в последнюю очередь. Итак, что же такого в этих любителях компьютерных игр, так яростно борющихся против наркотиков? Когда-то эти ценители сложных рофелов были частью сообщества аномальных художников под названием «Теперь все путем», создающих искусство, нарушающие законы самой реальности. Но когда-то им это просто надоело. Надоели бесконечные напряженные поиски путевого искусства. Надоела постоянная критика их работ. И они нашли выход. Они просто начали кекать над всем, как будто так и надо. Это как модерн и постмодерн для тех, кто любит умные слова. Другие организации сильно недооценивают геймеров против травки, называя их шутами и укурками. Но не фонд SCP. Ведь на содержании фонда находится уже 40 объектов, связанных с этой организацией. А просто так фонд SCP ничего не прячет в своих секретных комплексах. Фонд время от времени устраивает рейдены, места, где собираются представители этой группы. А также следит за переписками в их чатах, где геймеры по большей части обитают. И это дает свои плоды. В виде постоянного пополнения коллекции диковинных предметов, которым, конечно же, нужны условия содержания. А началось все с того, что в один прекрасный день мастер аномального искусства из ТВП, Джуд Крайт, сделал SCP-1168. Нет, не этот. Тот, что все еще висит на русайте, давно списан, и его номер занял другой объект. Аномальный художник, пытаясь создать путевое искусство, сделал медную статую, которая при определенных условиях приходит в движение и воспроизводит одну из сцен из довольно дикого видео, которое представляет собой пуп на основе серии Scooby-Doo. Да, это пуп-видео действительно есть в Ютубе, и именно на него ссылается объект. Теперь можно делать обзоры пуп-видео на этом канале. Ладно, шучу. После этого он поставил аномальный предмет на место, где стояла старинная греческая статуя, и туристов, которые приближались к ней, ждал весьма интересный и необычный опыт. Фонд SCP не стал терпеть такого пьющего нарушения режима секретности, и поставил на содержание этот диковинный объект, а также поймал самого Джуда под видом ареста полиции по подозрению в краже статуи. На допросе удалось выяснить, что Джуд был учеником человека, известного как Критик. Критик это вообще интересный персонаж, главный злодей из истории хаба путевой войны, где мятежный художник Руиз воюет с этим самым критиком. Хотя кто из них злодей сказать довольно сложно, ведь и сам Руиз создает вещи, которые убивают людей, в общем-то. Типичная SCP, все оттенки черного. Сам по себе путевый хаб это такой сюжетный мостик между теперь все путем и геймерами. Да, если относиться к этому как к единой истории, сначала надо читать хаб теперь все путем, потом путевую войну, которая переведена уже наполовину, и только потом начинать разбираться в объектах и рассказах относящихся к геймерам. И да, спойлер-спойлер, все это имеет отношение к Доктору Развлечуду и даже к фабрике. Но в рамках этого видео нас это не особенно интересует. Нам важно то, что Критик дал Джуду это задание со статуей, и тот его выполнил. Но работая с Критиком, Джуд увидел, что Критик этот это крайне жестокий человек, что он может спокойно убить кого-то, только если подумает, что это будет крутой перформанс. Критик заботится только о том, чтобы создавать искусство как таковое, и при этом его совершенно не заботит благополучие и вообще жизни людей. Это показано в одном из рассказов, где Критик использует SCP-1800 для того, чтобы раскритиковать творчество Сальвадора Дали. Заявить о том, что Дали погряз в коммерции и по мнению Критика потерял значимость в мире искусства. SCP-1800 это статуя, которая, если положить в нее монетку, берет контроль над двумя подходящими по определенным критериям людьми. И устраивает подобие кровавого ритуала, где один из подконтрольных чаще всего погибает. Что должно символизировать то, что за деньги художники готовы творить любую дичь. Да, именно так он критикует Сальвадора Дали. Будучи учеником Критика, Джуд приводит к статуе жертву, знакомую ему девушку. И после того, как ритуал совершается, он приходит в ужас, когда понимает, насколько темный по сути этот человек, его наставник в ТВП. После того, как его поймал Фонд, ему был введен амнезиак, который, как предполагал Фонд, стер все воспоминания об аномальном. Потому Фонд отпустил этого человека. Но Джуд ничего не забыл. По какой-то причине на него не действует все то, что призвано стирать память. Однако он ушел из ТВП и стал жить обычной жизнью. Ну как, относительно обычной, потому что в 2008 году он основал свое небольшое сообщество в интернете, куда вошло около 40 основных участников. Кстати, почти 30 из них являются прописанными персонажами со своей историей, характерами и какими-то своими аномальными способностями. Даже странно, почему Фонд SCP не переловит их для содержания. Ведь Фонд ставил на содержание в качестве объектов людей и за более простые аномальные особенности. Неужто у нас тут дыра в сюжете SCP? Да быть такого не может. Так или иначе, в отличие от того же форума Параводж, о котором уже было видео, эта интернет-тусовка неплохо осведомлена о том, что происходит вокруг. Она, по сути, не преследует никаких целей, потому ни с кем не конфликтует и существует довольно мирно. Сам ее лидер, Джуд, участвует только в различных пранках и приколах с использованием вещей, нарушающим законы мира. Легкое отношение ко всему и при этом причастность к миру аномального привлекает в эту группу немало людей. Туда приходят и из теперь все путем, которые не хотят жертвовать другими ради достижения какой-то абстрактной путевости. Туда приходят и из Длани Змеи, и из Пятой Церкви, и даже из ГОК. Чем они там вообще занимаются? Самый первый объект SCP, относящийся к этой группе, первый в смысле времени появления на сайте, это SCP-2842. Этот объект представляет собой аномального человека, которого зовут Господин Мем. При себе он имеет список различных других господ, оформленный точно так же, как тот, что есть у любого из малых господ доктора Развлечудова. На этом сходства не заканчиваются. Малые господа геймеров против травки, так же как и творения Развлечудова, имеют бесполезные и абсурдные способности, и помнят о себе только то, что происходило с ними с того момента, как они вошли в коллекцию. Сам этот список предлагает поймать всех господ, которых тут 35, и стать таким образом господином геймером. Хотя, кажется, есть и более простые способы стать господином геймером на самом-то деле. А может, в этом вся суть и есть. Если Развлечудов создают своих малых господ для того, чтобы выполнить свой, хоть и безумный, но замысел, то господа геймеров появляются просто как прикол, как рофил, так сказать. С другой стороны, если суть геймеров в том, чтобы не вредить людям, как это делает ТВП, то почему же они так же, как и Развлечудов, превращают людей в живые игрушки? Ведь это, если вдуматься, довольно-таки жестоко. Опять дыра в сюжете. Короче говоря, если коллекция доктора Развлечудова это модерн, то постколлекция от геймеров это очевидный постмодерн. В ней довольно много объектов и всяких связанных текстов. Так что по господам геймерам, что против травки, надо, наверное, делать отдельный ролик. А чем же еще занимается это уважаемое собрание людей? Еще они делают аномальные мемы и приколы в интернете. SCP-2293 заставляет всех не к месту упоминать, что Стивена Кинга сбила машина. Также они пишут тексты, которые способны общаться с читателем. Они делают различные предметы, которые превращают саму реальность в подобие видео с пупами. А еще вы знали, что в 99-м году Стивена Кинга сбила машина, после чего он чудом выжил и перенес несколько операций? Геймеры против травки могли бы стать интересной штукой, если бы сосредоточились на идее противостояния с критиком, которая хочет везде видеть смысл и подтекст. Но в том, что делают геймеры, никакого смысла нет. Ведь Стивена Кинга сбила машина. Равенство у пячка. И как говорил Шрек, кек, беспощадные лул застирают все границы смысла, но при этом обнажают лицемерие и жестокость тех, кто пытается выглядеть святым. Но вместо этого дальше этот хаб теряет из виду интересный и неоконченный, по сути, конфликт джуда и критика. Идет в сторону того, чтобы рассказывать всего понемногу о каждом из 40 из его участников. И это, в общем... Например, в рассказе What Passes as Normal in Digital Age история следует за главной героиней, транс-женщиной, состоящей в этой организации, которая страшно страдает от нормальности мира, но ей помогают справиться с плохими мыслями ее друзья. В хаб добавили множество ЛГБТ-персонажей. И как пишет один из авторов этих рассказов, я думаю, это помогает утвердить репутацию ГПК среди писателей, как вместилище историй, основанных на персонажах. Ничего существенного, яркого и меняющего мир не должно происходить в ГПК. ГПК — это место, где представители ЛГБТ являются большинством, и это приводит к совершенствованию обычных социальных норм. Хочется спросить у автора, туда ли ты зашел. Хотя, конечно, довольно иронично, что все вот это вот пихают в хаб, который про приколы и бессмысленность. Что-то в этом определенно есть. Возможно, это метаирония 70-го уровня, как знать. Короче говоря, мойте руки перед едой, играйте в игры, боритесь с наркоманией всякой и помните о том, Стивен Кинг был сбит машиной. Всем пока.